решение за молящийся церковь и то что мы с вами имеем вот эту угрозу войны если мы будем пассивны события могут развернуться абсолютно негативную сторону война это полный беспредел к абсолютное беззаконие мародерство бандитизм насилие убийство в ней никогда не будет никакой справедливости честности никто никого щадить не будет вот что еще мы столкнемся если это начнется поэтому мы должны молиться молиться и за себя и за людей неверующих а вот в нашей стране еще нет паники вы знаете что паника может начаться сегодня россия обладает высокоточным оружием если не ударит по ядерным электростанциям и вообще по электростанциям и просто вырубится свет это просто один из моментов для того чтобы хаос и панику верных людей не будет связи ладно связь не будет тепла на этаж не будет воды магазины не будут работать все электронные деньги зависит то есть это это делается буквально в течение нескольких часов в нашей стране пусть это все реально никто не буду уничтожать все мирное население просто вот так вот сделаем и когда это произойдет кто может это остановить его надо остановить до того как а почему я говорю что мы можем остановить во втором послании тимофея а извините втором посадить писал якийцам во второй главе апостол павел говорит его тайна беззакония уже в действии но она не может совершиться до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь а вот и когда он возьмется тогда раскроется беззаконник сын погибели который приводной свыше всего не называют себя богом а вот само беззаконие насколько я вот сегодня смотрю в чем его сущность уничтожение рода человеческого вот в этом заключается беззаконник бог за спасение людей за то чтобы многие люди как он говорит а те которые противятся истине беззаконные грешные они были спасены вот это вот это сердце бога беззаконие заключается в уничтожении всех побед без разбора а вот мы с этим уже сталкиваемся мы немножко уже эту картину видим потому что с весны двадцатого года когда пандемия пришла сюда к нам весна начало конец зимы мы мы с этим соприкоснулись мы увидели как это повлияло на всю нашу жизнь и я думаю что нам надо молиться вот о том чтобы бог не позволил агрессии в нашу страну вы знаете что наша страна обладала ядерным потенциалом помощи и силе и носителями ядерных зарядов это была третья страна в мире гаранты которые нам гарантировали безопасность это великобритания соединенных штат америки россии что не гарантирует нам целостность нашего государства что с этого получилось вы видите вот вам политика сказать что это абсолютно нечестная игра ничего не сказать то есть мы видим что происходит я думаю нам надо молиться за нашего президента мы всего как угодно поносит но если взять то наш президент он легитимно выиграл выборы он выбран народом а путина никто не выбирает вы знаете да это все фальсификация вот вы представьте насколько вот это бесчестный человек вот вопросе жажды власти а его статки это 50 миллиардов долларов самый богатый человек мире и я хочу сказать что люди рядом с ним они тоже не совсем здравом уме потому что эти люди они живут в оторванности от реальности а вот но если он сеет в бункере не вылазить что как вы думаете что он уже не может как бы выйти на улицу пойти в магазин поговорить с соседями невозможно каждые два месяца он полностью меняет охрану чтобы охрана не сговорилась полностью до одного человека все меняется и там вот это эшелоны этих не готовился они даже не знают то есть вы должны понимать что мы имеем дело с тобой злобной коварной системой которая вот непонятно зачем а вот сейчас идет на украина фактически украина она единолично противостоит на потому что богатые государства вы знаете как они говорят пусть бедные дерутся что богатым было хорошо жить европа рассчитывает на то что украина будет драться но они в этом не будут участвовать как и соединенные штаты америки понятно что оружие напичкали тут нормально и это как бы в отношении военных действий вроде бы и неплохо ну что можно сделать против ракет с дальнего и среднего действия высокоточных ракет ничего нельзя сделать сначала будет эти точечные удары потом авиация пройдется свободная операция она начнется уже в самом самом конце она не начнется сразу то есть никто же танками сразу сюда не поедет и не пойдет вот я почему сейчас об этом говорю чтобы мы с вами реально не хочу вас не пугать не переживать вот если понятно что прилетит и попадет прямо в нас но мы дома будем сразу не проблема но мы поставлены с вами стражами для этой страны для этого города для того чтобы молиться потому что мы понимаем что дело не в самой молитве а дело в том что бог делает через эту молитву то есть он один человек сказал кажется бог ничего не делает как только отвечает на молитвы своих детей своих святых опять же для того чтобы нам иметь ответы на молитву вы сами прекрасно понимаете что мы должны соответственно жить вот я не не недавно одна сестра скинула проповедь это просто еретическое учение о гиперблагодати что гиперблагодать покрывает все если ты упал ну как вот ребенок упал тут папа еще больше любит такого ребенка но и ребенок упал потому что он спотнулся и упал а если решишь верующий упал папа его еще больше любит о чем мы говорим о том что дальше продолжал это дело я просто хочу вам напомнить один момент и иерусалимской церкви был феномен который никогда не повторился вообще то есть люди полностью все что имели приносили в церковь и написано они отдавали апостолам а я немножко эту информацию как бы ну немножко так копал и думал ну как же вот и ну принесли но вы понимаете что это было их были евреи и иудеи это люди которые жили в иерусалиме там было очень много предприимчивых людей которые уверовали они пускали деньги в оборот церковь насчитала примерно 30 тысяч человек люди которые отдали все церковь брала их на полное обеспечение до самой смерти то есть пенсии не было как таковой тогда вы знаете что но семья должна была а младший сын он должен был досматривать родителей то есть ему отдавалась часть а не менее а и таким образом чтобы он мог ухаживать и смотреть за своими родителями но и вообще дети они заботились о престарелых родителях такое было постановление закона требования к общественной жизни которая записана в слове божьем вот и а церковь на себя брала вот эту функцию вы знаете что они сапфиров они принесли какую-то часть часть это из то есть вы понимаете люди делают искренне эти люди делают вот такие вещи не совсем искренне иногда мы думаем нашу бог ну так поступил с ними что остановил их на жизнь очень строго то очень строго произошел суд божий да потому что основная часть церкви или вся церковь была искренняя и появлялись такие люди которые претендовали на то же самое но часть имени но этот гусеник на машине весом еще составили себе они не все принесли и тогда петр он спросил до сначала спросил она на нее а потом его жену они оба умерли то есть мы видим что бог он суден но он судит на фоне чистоты церкви если церковь она не достаточной чистоте если люди не ходят перед богом святости соответственно и божьих действий как таковых нет чтобы определенным образом совершать свою суд для чего бог совершает для того чтобы церковь она мало выполнять свою функцию и написано что когда это произошло то посторонние то есть только посторонние лукавые эти которые могли принести все что угодно церковь грех разделение всякого рода лживо учения что они боялись пристать церкви уже что они понимали что над ними будет совершен суд бог не позволит этому происходить церкви я думаю что в это состояние бог вернет свою церковь я не говорю о том что мы начнем приносить и складывать все имение я не об этом сейчас я говорю о том что когда мы с вами начинаем жить чистоте библейской чистоте тогда а бог начинает совершать свою работу прямо в церкви для того чтобы она была святой непорочной она выполняла свою функцию тоже для бога это важно если церковь перестанет молиться и я не будет то тем удерживающим тайну беззакония которая в действии то есть почему я сейчас об этом нам надо внимательно смотреть на свою жизнь как мы живем есть моральная библейская чистота в образе жизни человека вот как давид говорит да будут помышления сердца моего и слова уст моих благоугодны при тобою боже то есть библия говорит чтобы о том что чисто о том что достославно о том что добродетим о том что похвала о том помышлять написано и бог мира будет с вами если перевести в это все в такой ракурс то самое большое что бог совершил для нас на кресте он нас простил прощение первое что хочу на что я хочу обратить внимание на что я часто обращаю ваше внимание среди людей у вас не должно быть таких людей которые для вас враги имейте святость а чем она святна и мир со всеми с вашей стороны да с вашей стороны вы должны быть мирным человеком мир совсем поймите наша функция она заключается в решении вопросов во святом святых с богом вот этого никто не может решать нерожденные свыше люди не образованные не знающие свящего описания они не могут этих вопросов выше просто не могут они не знают как прийти они не знают как с бомбарей и они не уполномочены бог нас родил свыше он нас вывел из языческого мира если вы еврей то из иудейского мира из израиля у нас выделяет оттуда как новое творение то есть по сущности по природе мы единосущные от отца мы народ который среди народа не числится в паспорте у нас если и определяемся мы как принадлежно к определенной стороне то на нас есть залог печать духа то есть у нас есть штамп внутри мы принадлежим богу мы божьи мы единородные от отца и мы не такие как люди этого мира вообще но чем же мы отличаемся все прощением и любовью добротой благостью милосердием воздержанием терпение то есть вот таким образом мы живем и я хочу вам сказать когда я таким образом живу и законно прихожу к богу разговарив бог меня слушает бог грешником что у них не слушай не то что бог не слышит что происходит он слышит слова не слушай вопрос идет об ответе он слушает для того чтобы ответить когда мы сегодня с вами сегодня начнем молиться бог будет нас лучше чтобы нам ответить чтобы дать нам ответ я хочу сказать что здесь достаточно людей чтобы помолиться и бог будет останавливать агрессию и поверьте сегодня много верующих людей искренних чистых божьих предназначенных для царства его людей молятся на земле чтобы остановить тайну беззакония которая в действий и чтобы я отменю я не на виду я знаю как с этим разобраться там и не знаю но мы можем мы знаем кому нам приходить мы знаем кому нам молиться хочу вам сказать как бы мы ни старались допустим даже к мэру города вам чтобы попасть вам надо что подать заявку ваше заявление рассмотрят и пройдет какой-то период времени может быть вас получится с ним встретиться но у меня ни один раз была такая ну попытки когда это нужно было для нашей церкви и еще когда не было сапожка вот были предыдущие мэры для то чтобы попасть приходишь назначено все время его нет он занятый он уехал он не приехал и иногда для того чтобы попасть мне нужно было месяц и ходить это такое дело ничего страшного значит так надо было бог бог все равно заусматривал вот попасть президенту страны на прием я не знаю возможно ли вообще то есть но скорее всего с кем-то из дублирующих инстанции вы сможете встретиться или вам скажут в единственном виде и рассмотрят ли вообще я помню когда были сети мытарцева с банком оваль и я там ходил и конечно же я с руководителями банка встретиться не мог со мной встречались чиновники более низкого ранга которые но отписывались отбрехивались но вы знаете что не так так и не возместили нам никакого ущерба нанесенный ущерб который партнер нанес то есть как сложно попасть к человеку который наделен определенной властью и возможностями в этом мире когда нам необходимо но цените ли вы что вы напрямую можете прийти к богу многие люди сегодня вообще даже а даже игнорируют даже не думают насколько это ценно насколько это важно и чем сказать но если верующий человек живет неправильно решит абсолютно попирает рамки слова божьего и он молится к богу и гиперблагодать для него действует бог его также слушает как посвященный богу людей которые живут чистоте ходят в правде творят истину претерпевают за это и остаются праведными людьми но мне скажите как вам кажется бог не подпустит себе человека который абсолютно не ценит то что он сказал своем слове его молитвы никуда не придут никто его слушать не будет что бог ожидает если это верующий человек глубочайшего сокрушение пока я хочу вам сказать что это так потому что бог ожидает от церкви и только состояние в котором приведет посланники фессианам написано что он очищает люба не угодные посредством слова то есть идет аналогия с тем когда человек грязный он моется в воде и он омывается от грязи слова нас омывает от этой грязи от всего что связано с этим миром с этой мирской жизнью написано чтобы она была какая отделенная святая и непорочная в любви вот состояние верующего человека который имеет законное право прийти к богу на основании пролитой крови иисуса христа обращаться к нему и получать ответ на бог может ответить и нет он может медлить он бог он делает все что он хочет но он не является знаете тем кто с нами играет какую-то игру он делает таким образом чтобы формировать нас дальше я хочу сказать научитесь слушать и понимать когда бог молчит если бог молчит что в этом молчании в этом молчании есть намек который можете понять это очень важный аспект жизнь хочу сказать пока я своей жизни не перелистал за последние скажем полгода вот всю свою жизнь не пересмотрел все те отношения которые у меня есть и не изменил отношения к людям внутри себя и я готов к любому заданию который бог надо встретиться с кем угодно и примириться с кем угодно со своей стороны принести извинения если это необходимо никаких вопросов нет с некоторыми людьми на которые бог не показал я это сделал для меня это было легко это была хорошая встреча хорошее общение то есть я не собираюсь и припираться воевать то я понимаю есть люди которые нанесли мне огромный ущерб определенной степени как я это считаю я к этим людям отношусь с добрым с добрым отношением но я не собираюсь строить на сегодняшний день никаких отношений потому что я понимаю что это может повториться и она мне но не совсем нужно на сегодняшний момент не хватает чем медиа но я хочу быть как и вы таким человеком который может приходить богу говорить с ним почтительно и я верю что я могу получить ответ поэтому номер один на чем еще сегодня с вами молиться это молиться о том чтобы бог оставил зло остановил войну знаете мне надо говорят ты что трус ты что боишься ты был когда-нибудь во время боевых действий вообще ты попадал когда-нибудь под обстрелы получал когда нибудь ранение ты вообще был когда-нибудь вот в таких ситуациях ты смелый сильно я говорю люди когда попадают под обстрел они какаются и писется в окопа в первые разы потому что это это нормально навалить штаны понимает может страшно ничего не не никакие мозги там не работают там шкалит так что не дай бог и когда люди начнут рассказывать вот это вот это вот насмотрятся фильмов реальность она другая абсолютно другая поэтому смелый если очень у нас но есть где проявить свою смелость он военкомат и вперед если желание на съезде побыть находиться там этих местах церковь имеет другое предназначение вы меня услышали да и я абсолютно поддерживает то что руслан владимирович говорил наш процентный брат христианин и автомат вещи несовместимы можем еще сказать у меня есть пастор днепропетровский мой друг мы очень много дружили долго в первых рядах пошел добровольца он реально воевал реально убивал сегодня он глубочайшей депрессии сегодня он неверующий человек сегодня у служить полностью разочарованный разбитый человек я не знаю что он еще жена у него жена и дочка была вот женат ли он нас еще но связь всего на барване с места вообще даже общаться ничего хорошего с этого не произошло еще я помню мне рассказывал после первых момента когда он выезжал туда на передовую что несколько раз бог остановила перед растяжкой два раза по моему остановился растяжка это когда гранате привязана оправда струна ее не видно в траве бог просто обращал внимание что не зацепил а там ставят гранату f1 и убойная сила 200 метров она стоит вот рядом еще и ставят повыше не на земле так бог его сохранил но к сожалению мы должны выходить за рамки ненависть злость всякого рода припирания такие злые намерения непрощение но не наносят нам ужаснейший еще и мы закрываем свою возможность иметь общение с богом и продвигаться с ним дальше в этой жизни и я хочу вам сказать бог знает как защитить своих мы не знаем что нас ждет но мы знаем что бог нас защитил и знаете я хочу вам сказать когда мы в правильном положении вы не имеете страха вас нет страха того страха который есть у всех людей перед смертью мы не ищем смерти но вспомнить сидра в миссах евгина это молодые люди которые были оскоплены они были евнухами и много были чиновниками при дворе на выхода носора но это были посвящены богу люди хочу вам сказать что они пострадали за грехи своих предков очень тяжело и серьезно вы сами подумайте ну как так и они были очень но такие прогрессивные люди и очень умные образованные способные и когда им предложил на выхода носа поклониться они сказали царь знает наш бог спасет нас от твоей печи а потом сказали но если не так мы все равно не поклонимся никто из них не знал чем это все закончится они были готовы к смерти а вот вспомните есть фильм помните когда мардахиев сказал о бедстве и ее первая реакция на гаврия хотела сказать да не я не могу этот вопрос решить на что мардахиев сказал не на это ли время ты достигла достоинства царского если ты думаешь спрятаться в дворце бог пошлет спасение с другого места а ты и дома за твоего помните и что она сказала если умереть умру молодая женщина понимаете вот что праведных людях вот и наша сила скорее всего не вот в этой в этой храбрости или воду ниша наша сила в нем потому что бог отвечает на эти молитвы и чтобы совершил амана повесили на то висели за которым приготовил до мардахи и помните и все вопросы разумлил и решил евреи защитили себя и единоцид не произошел вы скажете как произошло то или другое все бедствия происходят если церковь она молчит наша наша страна если посмотреть на нашу страну она пережила первую мировую войну потом кровопролитную гражданскую войну потом очистку вот эту когда были убиты сотни людей при сталине как он называлась не не голодомок когда в лагеря отправляли репрессии эти репрессии плюс потом вторая мировая война сколько людей погибло и казалось бы а почему это зло произошло а была ли в советском союзе церковь который молилась очень мало было очень тихий голос был он не поднимался и я хочу сказать а если бы церковь молилась бабы определенным образом ну власти сделаю все чтобы церкви не было но вы знаете что когда немцы подошли к москве вы знаете об этом стали попросил 4 утра всех молиться и люди начали молиться и немецкое наступление под москвой было сорвано бог слышит молитву бог отвечает на молитву бог превыше нашего ума и знаете мы с вами вот не для этого любви времени бог поднял нас образование нам дал способность не на это ли время чтобы мы стали в проломе теперь меня была встреча приезжал человек который купил эту часть банка оба он говорит для того чтобы мне начать стройку мне надо хотя бы два миллиона условных единиц два с половиной хотя то чтобы хотя бы выйти на первый этаж спонсоры которые у меня есть два спонсора они заморозили этот проект они не хотят него вкладывать сейчас он с ними встречается один здесь на украине во второй он говорит у него в казахстане но его партнеры он сказал но если я не смогу не смогу готовы ли вы продать потому что если продать все вместе это будет стоить ну продать пол дома или продать дом понятно что если продавать с этим будут работать юристы никто наличных денег получать не будет эти деньги будут на счетах банка она сказал что ваше здание примерно будет стоить 1 миллион долларов вот за что мы можем сегодня продать вот это сдать поэтому он может быть меньше вот поэтому теперь смотрите какое решение мы примем у меня вопрос какой решает аж это же нашего нож не является собственностью человека это общественное здание которым владеет церковь так оформлено нам надо принимать коллегиальное решение мы же пока что могли сперем потом продамый шок Лена за миллион долларов мы купим мы купим поверьте мы можем купить кусок леса да и там построить то что нам надо но я еще раз говорю я знаю что сейчас будет много у вас вопросов а кому надо вопросы вообще задать кто вообще владеет этим зданием на самом деле кому оно принадлежит все правильно это самое правильное решение надо спросить в бога боже открой нам твой замысел только ты знаешь чему быть только ты знаешь нужно ли это делать или не нужно это делать почему я так говорю библия говорит что мы я добавлю нет ни по писанию с потрохами куплены дорогою ценой так или нет все богом за все заплачено можно сказать но мы все-таки выплачивали все поэтому это вопрос который надо промолить я не собираюсь давать никакого ответа я хочу действительно чтобы бог дал нам знать что он хочет делать с этим зданием планируется реконструируется реконструируется но я могу вам очень много рассказать а вот но ответственность лежит перед богом на мне он с меня спросит когда я в свое время предстану как я поступил с тем что он дал в распоряжении церкви я просто знаете почему так говорю потому что на самом деле на чьих плечах все это лежит на церкви да вот вот молитесь вы знаете когда мы покупали это здание церкви мнение разделились а нас выгоняли на улицу я помню в той комнате в детской на диване встал на колени я говорю господь не не надо много просто несколько сказал у нас же денег не было здание стоило пятьдесят четыре тысячи пятьдесят шесть уже не помню у нас церкви было и 5 части не было на тот момент только-только мы закрыли долги парень а он мне говорит да давай господь еще раз скажи мне пожалуйста четко сейчас я так боялся еще когда пошел подписывал документ денег же не было все мне говорит да только мне сказал да ну вот через время мне одна сестра подходит он сказал не вздумайте покупать здание это все уловка это все сатанинские кольца кстати очень посвященный богу человек хороший не знаю зачем это все произошло тогда для меня но я четко слышал внутри себя да я последовал этому да ну тогда церковь она была еще такая но у нас может быть такое сырое состояние у многих людей было а сегодня я считаю что вы не сырые вы сегодня служите вы сегодня платите своей жизни вы посвященные люди я верю что мы получим от бога ответ и мы будем действовать в соответствии с тем что он нам скажет и вообще я хочу сказать иногда мы думаем что имущество церкви это так себе этим можно распоряжаться как угодно лично мое отношение не потому что я особенный там человек я вспоминаю давида который подошел со своими войсками к вифлеем и он видит что стоит филистинский отряд вифлеем и он это его родное село и он обращается к своим воинам и говорит кто мне даст напиться из колодца вифлеем и три воина пошли они пробили через это что-то невероятное пробиться через боевые строи потому что на самом деле филистинляне это были воины они работали имеют могли обрабатывать железо то есть они были одеты в железной кольчуге не было железное оружие евреи или израильтяне не могли обрабатывать оружие и изготовлять как это делали филистинляне были печи это было секретное вообще она производства никому его не раскрывали и воины у них были под стать филистинляне умели воевать не были боевые колесницы вы знаете эти колесницы с косами то есть но все железные все все было и эти воина не пробили через вот это войско втроем зачерпнули воды и принесли понятно что когда не пробивались они дрались они сражались они убивали вы видели солдата которые участвуют в рукопашном бою весь залит кровь и понятно что когда они пришли они были все забрызганы кровью и давид сказал могу ли я пить эту воду это вода жизни этих людей и вылил ее во славу божью чем сказать вот это вот может кто-то скажет простое здание это жизни святых божьих людей и нельзя с этим распоряжаться как попало а продадим а дадим нельзя простое здание да но она была взята по вере бог благословил нас особым образом и той пятой части которой у нас не было она у нас появилась и мы закрыли все вопросы это сделал бог я не раз видел чудеса божьи поэтому и дорогие хочу с вами сегодня молиться о том чтобы было остановлено намерение агрессии войны в нашу страну и о судьбе этого здания чтобы бог нам показал что нам делать как нам быть аминь хорошо ой боже дом мой домом молитвы наречется для всех народов и кафедра это недопустимо давать военными политикам кафедра исключительно для проповеди иванами понимаете а когда люди дали возможность проповедовать с кафедры военными политикам вот и потому и церковь заквасилась сегодня в это я хочу сегодня сделать контрольный выстрел словом божьим он сегодня не думал вот это вообще ничего не думал и хочу просто засчитать это религия на 12 глава 17 стих никому не воздавайте злом на зло напекитесь о добром перед всеми человеками если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми не мстите за себя возлюбленные надайте место гневу божьему ибо написано мне отмщение я вас дам говорит господь и так если враг твой голоден накорми его если жаждет напой его ибо делая с нее ты заберешь ему на голову горящие угля не будьте побежденными злом а побеждает зло добро аминь просто хочу это контрольный выстрел это слово божье понимаете мы себе можем накрутить что-то на это это попасть в обращение еще что-то еще что-то но выход есть и выход это слово божье если мы будем смотреть на него мы никогда не потеряемся не собьемся даже если собьемся слово божье нас направит аминь это мы если для себя четко принял эту позицию четко уже уже утвердился потому что много звонят много по этому поводу началось как бы это продолжается то есть это все надо не надо будем не будем воевать и воевать все к миру призваны мы аминь пускай так и будет это то что я хотел сказать поиска по моему ассирийская когда ассирийская войска и елисей говорит что с нами больше тех кто против нас и они там ослеплены и сказал он царю не убивай израильского а помоги вернуться домой и когда он помог этим воинам вернуться домой не прозрели потом написано не больше никто из них на войну против израиля никогда не ходил смотрите вот так побеждается зло добро конечно они могли всех перебить но бог допустил такие вещи его опять же через кого через людей которые знают бог поэтому я хочу сказать достаточно на украине может быть немного людей на которые знают бог потому что то что руслан говорит сегодня есть и церкви голоса которые призывают войне но они не представляют что такое война никто не знает что такое война война это абсолютное зло и полный беспредел нет ничего доброго это много пролитой невинной крови очень много поэтому эти вещи церковь не имеет права провозглашать это не наша сильная сторона мы в этом бессильны мы не сильны против этих вещей в том плане когда мы идем с ними заодно но мы сильны когда мы в свете тьма отступают когда божий свет разливается по стране через свои детей тьма не может объять свет поэтому я думаю что мы на правильном пути наши молитва неправильно я не говорю что мы правильнее кого-то нет я не хочу соревнований этих мне они не нужны мне надо быть достойным человеком перед ними все больше ничего не хочу и все чему бог позволит прийти в мою жизнь оно будет меня только созидать как и каждого из вас но когда мы на пути неправды все нас разрушает все потому что нет с нами бога нет начальника жизни да сохранить нас господь не терять божьего благоволения аминь всякий раз когда едим из этой от этого хлеба и всякий раз когда пьем из этой чаши смерть господню возвещает и кто если пьет недостойно тот повинен в смерти господня такой человек пьет себе написано есть осуждение поэтому немало больных и умирающих и написано если бы мы судили себя то не были бы судимы судимы же от господа наказываемся чтобы не быть осужденными с миром что еще вам да какой там там совет судите себя не осуждайте себя а трезво смотрите на свою ситуацию трезво на себя смотреть это бодрство для того чтобы трезво на себя смотреть на зеркало это слово божье будьте же исполнителями слова а не слушателями только обманывающими самих себя потому что человек который слушает и не исполняет подобен человеку который подошел посмотрел в зеркало смотрит вся морда в соплях в грязюке в мазуте посмотрел и пошел в церковь а что надо дома сделать умыться омыться очиститься причесаться помыться да подушиться одеться красиво и все все бог вот бог такое новое проводит поэтому судите себя не судом человеческим а посредством слов больно неприятно но лучше пострадать вот тут гордость свою наступить на эту гордыню наставить на похоти чем потом пострадать осуждаемым от господа а уроки у бога бывают знаете у папы рука тяжелая он легко может поднадать но будет больно но он нас любит поймите бог он не есть злой в нем нема зла никакого он нас любит но он также и законодатель и судья правит и он этого не это мы не можем нам надо учитывать все грани которые нам открыты за еще написано я вам дам совет когда вы будете слушать каждый день или читать слово и проводить время с богом поверьте у вас все будет получать очень простой подход и очень надежный иисус христос мы благодарны тебе мы помним что ты сделал это не ему верно как антибероятный иисус христос безгрешен прошел искушаемый грехом и остался безгрешен абсолютен святочный взял на себе наши грехи понес их и сбросил воскрес и смертный и сегодня вселился в нас дух это невозможно по-человечески да возможно побольше поэтому просим тебя чтобы наше единение с тобой здесь совершалось благослови сок виноградной лозы которую мы называем кровью и хлеб этот который называем телом христовым все творим твои воспоминания чтобы быть с тобой а 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 и а и а а а Продолжение следует...